ну что иди ко мне и так пока он валяется всем привет запрещено грамме я вас просила задать вопросы про булку все что вас интересует поэтому сегодня будет вопрос ответ про вот этого мистера я не знаю что он начал бешенство свое проявлять планировалось что ты будешь спокойно лежать возможно вы будете слышать вот эти звуки все видео итак первый вопрос как давно ты планировала собаку и была ли она у тебя в детстве да в детстве у меня была собака и на все еще есть ей уже 16 год моя первая собака мне было в семь лет это твой терьер мама подарила и я как-то достаточно холодно относилась к животным и только лет после 18 я начала с трепетом относиться к собакам начала уже хотеть своего пса поэтому вот плод моих желаний рядом со мной как решилась завести взять такую ответственность на себя учитывая любовь к путешествиям я сразу понимала что мне не подойдет крупная собака с которой нужно гулять два-три раза в день мне хотелось уютную домашнюю собаку которая сама кайфовала дома на диване который не нужно супер много энергии то есть это не охотничья собака должна была быть и он не должен помешать моей привычной рутине то есть мои планы вообще никак меняются моя жизнь привычная привычный будет не изменилась я оставляю его дома если надо куда-то уехать оставляю с кем-то но об этом попозже в общем вопросов с решимостью на заведение собаки особо не было мне супер хотелось я понимала что это намного лет и в принципе что я уже достаточно стабильно живу несколько лет одна отдельно традиции почему бы не перейти на этот новый этап заведя себе друга это он сейчас такой бешеный вот серьезно обычно он спокойный а сейчас что происходит а можешь пожалуйста рассказать где ты купила мопса тоже очень хочу это был очень долгий путь я несколько месяцев искала по разным группам в контакте еще на грамме смотрела разные посты у кого рождали щенки на авито даже на свой страх и риск даже в чате дома спрашиваю если контакты и набрела на заводчицу подольским приехала к ней поняла что да буду брать у неё потому что она более 30 лет занимается разведением именно мопсов у тети вот породы и у нее очень много щенков то есть на момент когда мы приехали мне было щенков 15 и взрослых мопсов несколько было которые степильно производят потомство не знаю как это правильно мы с ней поговорили она очень добрая милая такая деревенская женщина я поняла что все надо брать там смотрели щенков он должен был отправиться в италию обломался и остался в россии и она приносит 5 маленьких мальчиков которым было только полтора месяца и говорит вот можете посмотреть из них ау ты чё кусаешь быстро ли вы друг другу привыкли как проходили первые дни дома сразу он привык тебе или прятался и кусался сначала так как мы его забрали в полтора месяца он был вообще такой крох и маленький комочек он еще плохо умел ходить не то что есть там вообще бегать прятаться и кусаться у него зубов особо не было поэтому все прошло спокойно единственное мы сразу начали закрывать в вольере потому что ну страшно этот крох и может потеряться в квартире непонятно что произойти за ночь первую ночь он очень плакал в вольере только потом я поняла потому что он не видел меня у меня достаточно высокая кровать ему просто не понимал где я нахожусь и я не выдержала вытащил его из вольера переложила в его кроватку и положила рядом с собой спустила с кровати ему свою ногу и все он так сладко уснул и больше у нас не было никаких эксцессов он больше не плакал не переживал он сразу привык но он очень хвостик он очень преданно ему важно видеть хозяев важно находиться рядом поэтому первое время он спал всегда не на кровати это было табу изначально что на кровати собака спать не будет он спал на своем месте внизу и я ему спускал эту ногу ту руку чтоб он мог уложиться на ноги какой-нибудь и уснуть ему так было очень комфортно и хорошо проблем вообще не полон не боялся он сразу привык нам ему было супер комфортно какое было первое имя которое пришло в голову пока придумал булка изначально я хотел назвать собаку котлета вот такие у меня идеи изначально это была котлетка но когда я его увидела я поняла что ну какая-то котлетка это уголка чистый ватный ну прям такой был мягкий пухленький малышочек такой медвежонок так что блока сразу сохранилась за ним и все больше вариантов то особо нет но ему супер подхода пили сложно ли ухаживать за мопсом нет единственное но от него очень много шерсти я думаю вы в кадре это видите что мне и на одежде осталась шерсть когда он сейчас со мной поиграл и на диване много шерсти и по всей квартире много шерсти это одна из самых сильных линяющих пород для своего размера особенно то есть он достаточно небольшой он весит всего 10 килограмм всего вообще это прилично конечно для его размеров но лезет он очень сильная плюс сейчас ему исполнился год 1 апреля у него был день рождения вы его отпраздновали сейчас я вам покажу кадр это было супер мило днем рождения под лапы и возвращаясь к линьки считается что когда собаки год это самый активный период линьки по идее дальше будет лучше и я сейчас ищу какие-то способы чтобы уменьшить поток этой вершины линьки и шерсти стало поменьше потому что но ее реально очень много причем я аллергик у меня есть аллергия на собак но на него почему-то не сработал ей слава богу а так вот что касается ухода это мыть раз пару недель подстригать когти но если вы гуляете каждый день об этом еще поговорим позже то когти будут в принципе стачиваться на улице протирать ему ушки его складку протирать его складку над нос потому что у него скапливается там грязь глазки да и в целом все ничего особо не отличается от стандартного ухода за собакой это он пьет воду говорят что мопсы сильные аллергики правда ли сталкивался с этой проблемой да мопсы действительно сильные аллергики и достаточно привередливы в еде особенно но нам видимо повезло изначально заботчица говорила что все ее мопсы на натуралке мне этот вариант не очень подходит потому что я себе это не готова готовить а нему каждый день подобно я не хотела готовить контролировать вот это все поэтому сразу мы перешли на сушку единственное но сушку моему добавляем кефир потому что для его желудка так будет лучше если мы не добавляем кефир он начинает болеть живой ты выпучит и в общем всем некомфортно от этого заботчица изначально он сказал что все собаки не кефире мы так и продолжили просто насыпаем 50 грамм корма и 50 грамм кефира наливаем два раза в день его так корну конечно ветеринары этому удивляются и говорят отменяйте убирайте это вредно но когда мы отменяем его становится плохо поэтому пока так дальше посмотрим как будет я знаю что многие собаки особенно брахицефалы у которых прижатый нос сплюснутый у них такое строение что им тяжело дышать у них проблемные органы и что да и желудка гораздо лучше питаться кефиром всю жизнь поэтому посмотрим пока проблем не вызывало и что касается аллергии мы сразу посадили на роял конин для мопсов и в целом его он подошел было привыкание там первые две недели у него чуть-чуть текли уши глаза потом все потом все как бы было окей и проблем не было чем гормишь булку соответственно кормлю его сушкой два раза в день когда он был поменьше мы кормили три раза в день и в целом я больше ничего ему даю то есть он не клянчет со стола потому что он не знаю что так можно мы его не подкармливают человеческой еда ни в коем случае я супер против такого подхода иногда я могу ему дать дента стики погрызть почесать зубы иногда какие-то лакомства но исключительно собачь то есть иногда какой-нибудь оленей рог можно ему дать ушки это да человеческую еду нет и даже там фрукты ничего такого я ему не даю и благодаря этому но все хорошо и сразу вопрос повередливый мопсы в еде у него нет вариантов он не знает что такое еда поэтому он спокойно реагирует если мы сидим с ним с ним на диване и едим пиццу он не будет ее есть то есть он привычен к тому что но это просто не для него не знает что это можно поэтому он никак не реагирует не просит еду и довольствуется своим кормом куда ходит булка в туалет если на пеленку нет ли запаха в квартире от матча я изначально брала собаку с тем что я не буду гулять два раза в день и выгуливать в туалет собаку что для нас прогулки это исключительно прогулки когда ей желание настроение погода располагает поэтому он приучен к тому чтобы ходить на пеленку данным купила специальный столбик так как он мальчик начал поднимать лапу связи с этим образовались проблемы что он начинал описывать все вокруг вообще а он ходит на пеленку проблем с этим нет запаха квартире нет если вовремя менять пеленки то есть наверное раз три дня мы меняем пеленки он не так уж много ходит туалет чтобы это делать чаще вообще сложности с этим нет приучился он очень быстро он не парень так что сложности нет и когда мы ходим на улицу также он автоматически инстинктивно понял что и на улице можно ходить туалет это спокойно делать свои дела то есть и дом и улицу когда когда мы где ставил ли он метки в квартире до до возрасте месяцев 7-8 он начал поднимать лапу как взрослый пес и начал метить все что видит он метил кровать и диван можно убрать из кадра начал метить кровати диван и холодильник тумбы описал все описал мне мой новый ковер который не отмылся после этого как бы в клетке когда он писал на пеленку он понимал лапу и все выливалось за пределы клетки зато я часто было пол но как-то это прошло со временем он видимо пометил все что хотел и сейчас нет такой нужды к тому же нет другой собаки в квартире и мне зачем эти тиркеры такой шампунь используют для блоки какой лосьон используешь для ушей я уже много лет подписаны на аккаунт мобса леонида может быть вы знаете его и они же под своим брендом выпустили шампунь и чистые булки поэтому я буду мою чистыми булками и я использую вот такой шампунь для лап после прогулки такой шампунь основательно для всего тела и лосьон для чистки ушей это все от одного бренда целом не подходит ему главное подходит и это все с ароматом булки это супер странно когда твоя собака пахнет какой-то выпечкой но это прикольно ему нравится пока они закончатся менять не собирает как часто ходите с ним на прогулке когда есть настроение вот зимой его не было ему самому было не в кайф ему не нравится снег ему не нравится холоде мы ходили редко когда наступает весна или лет но у нас достаточно недолго поэтому пока сложно провести какую-то аналогию но раз в неделю раз в неделю где-то выходим прогуляться но его надолго не хватает потому что он не любит долго гулять он устает не влияет ли как-то на психику что нерегулярно глядя на улице я столько раз рассказала это запрещенное слово вы видите его реакцию главное мне его не реагировать а то он подумает что у нас есть это в планах я думаю что не влияет так как он на выпускает всю свою энергию дома мы с ним часто играем почти всегда мы с ним играем кидаем мечи перетягиваем игрушки проблем с выпуском энергии нет и он достаточно спокойный меланхоличный пес он очень часто является просто на подоконнике смотрит в окно он прям как дед любит сидеть и наблюдать что там происходит иногда у него бывают приступы бешенство как у всех собак вот сейчас он не принес игрушку я думаю что на его психику никак не влияет он абсолютно спокойно выживается на прогулке он тоже не бешеным просто спокойно ходят существует ему не нужно выпускать столько лет и как допустим охотничьим собакам вот с ними нельзя не гулять они садятся ума а с мопсами спокойно бог сколько будет комментариях под этим видео от экспертов жду вас как он относится к другим собакам он достаточно секунд он пугается их ему тяжело социализироваться сколько раз мы не пытались знакомить его на улице у моей тети есть собака они гуляли вместе но ему нужно разгуляться то есть только спустя час знакомства он начнет нормально взаимодействовать собакой так он немножко всегда на стрёме даже если он больше 2 собаки он все на на стрёме убегает и он приучен к людям он очень сильно любит людей он любит их внимание особенно женского такой лавелаз прям он любит моих подруг любит когда они ему уделяют внимание когда он с ними играет так собакам то есть и спокойно они ему в целом не супер интересны не боитесь ли оставлять булку 1 когда уезжаете куда-то нет так как мы его оставляем вольере у него есть своя клетка где безопасно есть вода игрушки пеленка все что нужно и он ничего не натворит в квартире пока меня нет дома несколько раз я его оставляла именно в квартире он что-то умудрялся погрызть но сейчас со временем буду его основательно приучать чтобы уже отказываться потихоньку от клетки хотя это супер удобно знаете просто закрыть он там не переживают он уже знает что это такое спокойно ложится спать и ждет меня ну и встречный вопрос когда ты надолго уезжаешь с кем он остается чаще всего остается семьей либо с нами подружками сейчас например я скоро улетаю в сочи на долгое время и моя подруга просто переехать ко мне и будет с ним мечтся когда планируешь путешествовать булкой изначально я ошибочно думал что сразу начну что сразу начну с ним путешествовать и приучала его к машине все получалось хорошо на в какой-то момент его переклинило и он начал очень нервничать автомобилях тяжело все это переносить переживать когда он переживает уличная тактина есть шерсть везде он переживает трясется в общем на долгие поездки я пока не рассчитываю думаю это будет достаточно проблематично кто знает куда повернется жизнь в принципе я сейчас достаточно домашняя всегда нахожусь дома и если куда-то уезжают они надолго и плюс перевозить самолете достаточно проблематично потому что по весу он весит 10 килограмм он не вписывается стандарты у каких-то авиакомпании и стандарты до 23 килограмма это возможно но я без понятия какой переживет самолет я думаю что это будет супер стрессово для него и возможно она просто не нужно как он в общении с вами может вас не слушать или укусить у это вообще отдельная тема почему отчасти я выбрала мопсов потому что у них нет гена агрессии они супер спокойные веселые доброжелательные собаки они не умеют злиться это очень прикольно то есть он вообще не умеет рычать скалится прямо агрессировать на тебя он всегда супер довольны либо просто спокойны и конечно может не слушаться он очень характерный пес он овен неудивительно я тоже овен мы с ним ругаемся он проявляет свой характер и у него он будет здоров вообще поэтому мы его активно дрессируем чтобы вот этот характер не перерос просто в тотальное непослушание собаки я знаю что это особенность брахицефалов по части что они не будут делать что-то если мне хочется если ты говоришь мы пойдем он понимает что его ждет там просидеть в ванной пока ты что-то снимаешь нет он не пойдет он просто вяжет и тебе придется его тащить по полу за собой чтоб он там оказался он может вредничать воровать вещи часто воруют носки причем он это делает из вредности то есть если ты не заметил что он своровал носок он может к тебе пройти вот так и потрясти и резко убежать очень вредный пес но что касается укусить нет такого не было ну повторюсь я на грязь у него нет и он может прикусывать аккуратно легонечко пальцы как это было сейчас начале видео или когда он заигрывается но это никогда не перерастает во что-то серьезное действительно опасную он абсолютно с благими намерениями это делает и играет спокойно у самой моб собираетесь ли водить на выставке или дрессировать думаю что да ну дрессировать можно начали он знает команды ко мне сидеть привести игрушку у него более 10 названий разных игрушек которые он умеет носить то есть и можно что-то конкретного попросить вести он чуть-чуть размышляет и побежит за конкретно этой игрушкой взят команду попить воду и ест он по команде можно поставить ему корм и он не будет на него накидываться как было изначально может этот команду можно и когда ему исполнился год мы оформляли его официальные документы и нам сказали что в мае будет выставка на который будет награждать собак чтобы возможно было дальше их вязать и мы планируем принципе вязать его с самочками возможно заводить щенков но это не точно скорее просто попробуйте чтобы у него не скакали гормоны а для этого нужно отправить хотя бы на одну выставку чтобы его там оценили сейчас он надышал на окно и свои лапы протер то что он дышал клининг тебе не мешают храпы звуки булки особенно по ночам я думаю это самый частый вопрос это его звуки он очень музыкальный пёс вообще я не думал что собаки могут столько звуков издавать но теперь настолько я привыкла что остальные собаки мне кажется скучно тихими потому что они не хрюкают бесконечно не рыгают не пукают все у них хорошо этот дед постоянно издает какие-то звуки слышите это у него очень много звуков это все из-за того что у него сплюзнутый нос и тяжело дышать ну как у него просто не совсем прямой доступ к дыхалке как у других собак поэтому он немножко свин и конечно когда он спит он храпит и храпит достаточно громко кому-то это может быть неудобно но я настолько привыкла и мне комфортно что проблем вообще не возникает и я спокойно засыпаю под его храп и наоборот только умиляюсь если слышу как он храпит и конечно иногда приходится его расталкивать когда он супер громко начинает храпеть или даже сам пугаться от своего храпа но в целом эта вещь которую ты привыкаешь и это наоборот очень мило что он такой весь музыкальный храпящий хрюкающий классный грызли он что-то в квартире да и так когда у него резали зубы он погрыз мне все углы в квартире у меня покрашены стены теперь на них все оторвано вся краска разодрана он грыз ножку тумбочки несколько пар моей обуви он очень любит обрезать обувь поэтому мы ее убираем и только сейчас он приучился к тому что в целом ему не интересно это делать его куча игрушки есть и как бы мы не заменяли все эти квартирные грызульки на игрушки особо не работал он все равно сидел это погрызывал где-нибудь стены но надо быть к этому готовыми когда вы заводите собаку и планирует ремонт когда собака чуть возрослеет что не буду делать я буду перекрашивать стены потому что это конечно кошмар я не ругалась на него я понимала что это потребность массажа зубов и в целом но это вещи это вещи а он ребенок тут только принятие понимание и готовность расставаться своими вещами с любимыми туфлями и единственное что вы можете сделать это убирать максимально из зоны доступа все что вам жалко а еще на ильпотса сгрыз и последний вопрос наверно надеюсь что я в принципе на все ответила но если будет еще вопрос я с радостью ему второе видео и попку из экрана какой он по характеру спокойный и бешеный но как вы видите на видео он бешеный и когда приходит гость и он сходит с ума ему просто не сейчас он не понимает что обещаю и не глажу его а так наверное сейчас сложно в это будет поверить но он супер спокойный меланхоличный пёс можно проснуться с утра и увидеть как он сидит на окне долго о чем-то он вводит своих игрушек на подоконник показать что там в окне он супер спокойные в меру игривые как и все собаки к тому же он еще принципе ребенок сейчас у меня пришел графу подростков но также как и все любит играть иногда вешенствует но в основном он супер спокойно он очень много спит он спит часов по 16-18 в день и просто кайфует от жизни принеси мяч видели да это загрузку и ему нужно несколько секунд вспомнить я вывезли и побежит нашли ну и на этой прекрасной ноте мы закончим спасибо что смотрели это видео я надеюсь было интересно и если я на что-то не ответила пишите в комментариях я сниму второе видео и мы с булкой надеемся что вы поставите этому видео лайк и напишите классный комментарий и подпишитесь на канал спасибо еще раз за просмотр или до новых видео пока